Поясните, пожалуйста, еще раз этот график. Будет вторая и третья коррекция. Не вторая и третья, а это будет сползание. То есть, пояснение такое. То есть, вообще, о чем говорит этот график? Да, то есть, откуда он изначально взялся? Коррекция, которая была в 2020 году, она составила 40% от максимальных значений до минимальных и по продолжительности где-то год-полтора происходила. И в этот период впервые были достигнуты низкие процентные ставки и немножко было напечатано долларов. То есть, впервые тогда небольшими объемами 200-300 миллиардов долларов, когда пузырь тут комов лопнул, то есть, была предоставлена мера стимулирования финансового. После этого рынок, соответственно, отскочил от дна и начал расти. То есть, на вот этом вот, на стероидах, то есть, была внесена небольшая доза вот этого наркотика ликвидности, которая привела к тому, что рынок обновил максимальные значения исторические. И опять-таки, прежде чем упасть, он проходит там три волны. Раз волна, два волна. То есть, рост, коррекция, рост, коррекция, рост, коррекция поглубже, отскок в течение трех месяцев и уход в отрицательную зону. Из-за того, что рынок был на стероидах, амплитуда движения вниз рынка, она была более глубокой. То есть, падение уже не на 40 процентов составило, а составило на 50 процентов. При этом, технически, рынок сел практически на тот же самый уровень, на свои минимальные значения. Да вот, вы видите, уровень поддержки. То есть, он возвращался к некому среднему значению. А начиная с 2008-2009 года, рынки питались стероидами денежной массы, то есть, программами количественного выкупа активов, как со стороны Американского Центробанка, так и со стороны Европейского Центробанка. И он оторвался от своих исторических значений, в принципе, исторических значений. Да, то есть, ну, тут вот он упал на 40 процентов, да, и на протяжении 10 лет там дал свои стандартные 100 процентов. Тут упал на 50 процентов. За четыре года полностью выкупил все падение и потом просто куда-то в небеса полетел. И вот этот вот выкуп, который был, он как бы дал, мы должны-то были бы сюда куда-то уходить. Не дали, потому что начали снова деньги печатать, доллары. Федрезерв, соответственно, здесь начал печатать деньги. А вот эта вот волна коррекции, да, здесь уже все мировые центробанки напечатали. И то есть, мы просто улетели в небеса. И это к вопросу о том, что если рынок, во-первых, снижение рынка, да, оно должно произойти, то есть, то, что вот про что я говорю. Мы находимся где-то вот здесь вот, вот на вот этом вот коррекции. То есть, должен быть еще выкуп, обновление хаёв максимальных значений и уход вниз, тоже через коррекцию. Соответственно, я непосредственно этого жду. Поэтому по-быстрому, когда я говорю, что можно будет на рынке, где мы будем разгружать инвестиционный портфель, где мы будем разгружать длинные позиции, почему мы этого не делаем сейчас по большей части, да, это как раз таки вот дождаться вот этого вот пика. Не факт, что мы его словим полностью, да, но где-то вот после вот этой вот коррекции, обновления максимальных значений. И там будет уже мучительная дорога вниз, продолжительная, и не факт, что она будет такая быстрая, как здесь, да, то есть, она может быть более длительная, потому что и сам рост, он был более продолжителен. Ну, она была более длинной, она должна была закончиться вот здесь, то есть, фактически вот здесь вот мы должны были начать корректироваться. Вот отсюда, вот, вот отсюда мы должны были скорректироваться и уйти куда-то вот сюда. Не ушли. То есть, началась коррекция, но здесь у нас побеждает господин Трамп. Трамп становится президентом. Приход Трампа к власти, соответственно, приводит к тому, что вводит налоговые льготы для американских корпораций. У американских корпораций увеличивается свободный денежный поток, увеличивается доход на акцию, абсолютно меняются оценочные показатели цена-прибыль, потому что прибыль начинает расти. Помимо всего прочего, компании начинают заниматься байбэками, процентные ставки находятся на очень комфортных низких значениях, Федрезерв предоставляет ликвидность печатая деньги, банки с удовольствием кредитуют компании, которые эти заемные деньги направляют или на байбэки, на выкуп своих собственных акций с рынка или же на выплату дивидендов. И на этом фоне, соответственно, мы видим вот это вот движение вверх. Четыре года цикла, куда мы улетели в космос. Это не значит, что мы не упадем. Просто пружину сжали еще сильнее, падать с более высоких значений. Вот о чем график этот говорит. Надеюсь, ответим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова